Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Марка. Сегодня мы с вами читаем 13 главу. И когда он выходил из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания!» Иисус сказал ему в ответ, «Видишь все и великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». В Иерусалиме действительно были великие здания. Ирод Великий был известен тем, что он осуществлял грандиозную программу строительства, и в частности он перестроил Иерусалимский храм. Иерусалимский храм был величественной, поразительной постройкой, которая сверкала на солнце и производила поразительное впечатление на людей. Тем более, что в ту эпоху люди привыкли жить в каких-то маленьких домишках. Большинство людей жили в деревнях, и человек, который из деревни, из какого-то маленького городишки, прибывал в Иерусалим и видел этот огромный, великолепный, сверкающий храм. Он был, конечно, шокирован, чуть не падал, он испытывал глубочайшее изумление. И, конечно, для жителей Иерусалима это было предметом законной гордости. И ученик один говорит, «Посмотри, какие камни и какие здания, вот как это вообще замечательно, как здорово!» И Иисус сказал ему в ответ, «Видишь все великие здания, все это будет разрушено, та, что не останется здесь камня на камне». Он говорит очень пугающую, очень неожиданную вещь, потому что это не просто великолепное здание, это храм, в котором совершается служение единому истинному Богу. Это храм, который Бог избрал, чтобы там пребывать. Это храм, в котором люди постоянно приносят Богу жертвы. И Господь говорит, все это будет разрушено. И, конечно же, ученики, будучи встревожены и испуганы такими грозными словами, они его спрашивают. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда все это будет, и какой признак, когда все себе должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышат о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, им надлежит всему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, будут землетрясения, по местам будут глады и смятения. Это начало болезней». И вот предсказания, которые здесь делает Господь, они относятся, прежде всего, в ближайшем историческом контексте, они относятся к событиям, которые предшествуют разрушению Иерусалима. Но библейский текст, он многосвоен. Он имеет несколько измерений. Нам нужно к этому привыкнуть. Вот мы часто ищем от текста однозначности, вот как инструкция по сборке этажерки Икеи, она очень простая там. У нее только одно значение. Там никаких двойных смыслов нет. Библия, она имеет несколько уровней смысла. И поэтому то, что Господь говорит о разрушении Иерусалима, оно также проецируется на судьбы мира в целом. И поэтому вполне уместно рассматривать слова Господа, как относящиеся и к событиям, которые предшествуют разрушению Иерусалима, и к событиям, которые предшествуют концу мира в целом. «Берегите, чтобы кто не прелестил вас». Господь предсказывает обман. Господь предсказывает обольщение. Этот мир полон обмана. Этот мир полон неправды. В этом мире появятся уже Христы, уже пророки. Многие придут под именем Моим. Будут говорить, что это Я. Многие будут выдавать себя за спасителя народа. Если мы смотрим в историческом контексте, в Иерусалиме, то, конечно же, появлялись вожди, которые верили сами и уверяли других, что они посланы Богом для того, чтобы спасти народ от римского пробощения. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, будут землетрясения по местам, будут глады и смятения». Это начало болезней. Или, другой перевод говорит, начало мук рождения. Болезни в данном контексте именно страдания, которые испытывает рожающая женщина. И Господь в другом месте говорит о том, что женщина, когда рождает, терпит скорбь, но потом не помнит уже скорби от радости, потому что человек родился в мир. И вот страдания, через которые проходит мир, это страдания, подобные родам нового мира. «Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботясь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. «Предад же брат брата на смерть и отец детей. Восстанут дети на родителей и умертвятых, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевших же до конца спасется». И мы видим здесь, как Господь предвещает сфужение церкви и гонения, которые будут воздвигнуты на церковь. «Вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, в собраниях». Греческое слово «синагога» просто значит «собрание». «И перед правителями и царями поставят за имя мое». Мы это видим уже, описание того, как это происходит буквально в деяниях апостольских. И хотя речь идет о событиях, которые уже произошли в истории ранней церкви, они продолжают происходить. Я еще раз обращу внимание на эту особенность библейского текста, потому что иногда люди задаются вопросом. Это вот про то прошедшее время или про будущее. На самом деле это и про то, и про другое. Так устроен библейский текст, что это верно по отношению к событиям, которые предшествуют разрушению Иерусалима, и это верно по отношению к событиям, которые предшествуют концу этого мира. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою, горе беременным и питающим сосцами в те дни. «Молите, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, которой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне, и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут уже Христы, уже пророки и дадут знамени и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных, вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». «Все. Увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно». Речь идет о опыте, который упоминается в Ветхом Завете, например, о том, как язычники, захватившие Божий храм, устанавливали там своих идолов. И речь идет о событиях, которые относятся также к концу мира, о появлении Антихриста. Для многих толкователей мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, она указывает на появление Антихриста в конце времен. «И находящиеся в Иудее добегут в горы». То есть люди, которые видят, что приближается разорение Иерусалима, они должны немедленно, немедленно все бросить, даже не заходить за своей одеждой и бежать в горы, потому что Иерусалим обречен. Но этот образ обреченного Иерусалима, он является указанием на образ обреченного мира. Так устроен язык апокалиптики, но как жанр, что он многослойен. И речь идет, с одной стороны, об обреченном городе. Иерусалим будет разрушен. И когда вы увидите, что признаки этого приближаются, вы должны все бросить и бежать. Бежать быстро, вы не должны останавливаться и вообще там думать некогда. Вы должны срочно бежать. Но вот этот мотив срочного бегства, он в Библии появляется неоднократно. Срочно бежит лот из Содома. Срочно выходят быстро евреи из Египта. Срочно христиане должны бежать из обреченного Иерусалима. И срочно христиане должны бежать из мира греха, который обречен на разрушение. При этом являются уже христы и уже пророки, которые дадут знамение чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных. Когда происходят какие-то пугающие, катастрофические события, у людей появляется потребность в ком-то, кто им объяснит, что происходит. В ком-то, кто им скажет, что делать. И в этой ситуации появляются уже христы и уже пророки. Они появляются, в общем-то, регулярно. Когда происходит какой-то кризис, какие-то социальные беспорядки, мы знаем, ну, мы сами это пережили. Вот было смутное, когда время 90-х годов, мы знаем, что было огромное количество там уже христов и уже пророков. Был там Виссарион, бывает там Мария Деви Христос, вся Москва была залеплена, был Сёка Асахара, опять же всю Москву залепил рекламой. И Господь нас предостерегает от подобного рода уже христов и уже пророков. Но в те дни после скорби, то есть солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силой многую и славою. И тогда пошлет Он ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли и до края неба. Здесь таинственный текст, который опять-таки допускает двойное толкование. И оно встречается у различных толкователей, что, с одной стороны, мы имеем здесь предвещение о разрушении Иерусалима. И вот эти астрономические явления, солнце померкнет, луна не даст света своего, но это библейская манера говорить о каком-то великом бедствии. Библейский язык, он достаточно поэтичен, и упадение в авиона, например, говорится в тех же выражениях у Исаии. Солнце меркнет, луна не даст света своего. То есть это такая катастрофа, это такой ужас, что, как если бы солнце померкло. Ну, я приведу такой пример. У Лермонтова есть стихотворение Бородино «Земля тряслась, как наши груди». И мы понимаем, что там, где происходило Бородинское сражение, там никакого землетрясения не было. Это восточноевропейская равнина, там вообще землетрясений не бывает и точно не было в день битвы. В буквальном смысле «Земля не тряслась», но это выражение «Земля тряслась» хорошо описывает опыт участника битвы. Мы понимаем, что это такой образ. И «Солнце померкнет, луна не даст света» — это описание того ужаса, который переживают жители Иерусалима. И явление Сына Человеческого — это явление суда, которое совершается над городом Иерусалимом. Ангелы, которых он собирает, ангелы, которых он посылает, чтобы собрать своих избранных, это боговестники, которые возвещают Евангелие, и люди приходят в церковь, отозвавшись на это. Это Евангелие и входят в Царство Божие. Это возможная интерпретация, одна из возможных интерпретаций, и она, конечно, не единственная, поскольку мы также можем обоснованно видеть в этом и предсказание пришествия Господа в конце времен, которое обязательно состоится еще в будущем. Я понимаю, что для человека, непривычного к священному писанию, может быть несколько затруднительно, потому что, ну, а как одни и те же слова могут описывать разные события, разнесенные во времени? Могут. В Библии это достаточно принятая манера выражаться. Поэтому тут речь, да, может идти как о разрушении Иерусалима, так и о конце мира. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви становятся уже мягкие и пускают листья, вы знаете, что близко лето. Так и вы, когда увидите то сбывающимся, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не предет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. И вот эти слова, истинно говорю вам, не предет род сей, как все сие будет. Их иногда выдирают из контекста и говорят, ну вот не предет род сей, не вымрет вот это поколение. Ну, иногда люди пытаются интерпретировать род сей, как еврейский род. Что еврейский народ просуществует достаточно долго до конца света. И он действительно просуществует. Об этом есть в других местах священного писания пророчества. Но здесь гораздо больше похоже, что род сей это все-таки поколение. И при жизни этого поколения произойдут все эти события. И поскольку прямой смысл текста вот он именно такой, на это любят указывать там критики нашей веры и говорят, что ну как же, вот Христос обещал конец света при жизни его поколения, этого не случилось. При жизни этого поколения случилось разрушение Иерусалима. То есть, если мы возвращаемся в контекст, на какой вопрос Господь отвечает? На вопрос, когда будут разрушены все сие великие здания. И он говорит, все сие великие здания будут разрушены при жизни этого поколения, не предет род сей. Мы знаем, что это предсказание осуществилось уже в истории. В 70-м году, после неудачного восстания иудеев против Рима, пришли римляне и разрушили Иерусалим. И это сопровождалось неслыханными бедствиями для народа. Мы знаем об этом из трудов иудейского историка Иосифа Флавия, иудейская война. Там действительно были величайшие бедствия, и это была катастрофа, которую иудеи облакивают до сих пор. Мы знаем, кто был в Иерусалиме или кто видел хотя бы оттуда съемки. От всего храма осталась только стена плача. До сих пор туда приходят люди молиться. Это очень известное место в Иерусалиме. Но вот эта стена, это все, что осталось от великолепнейшего храма, который расширил Ирод Великий. И это произошло вот в 70-м году нашей эры. Выступили народные вожди, которые увлекли людей за собой, их прелестили, люди пошли, восстали против Рима. Римляне их разбили, Иерусалим был разрушен, жители частично истреблены, частично преданы в рабство. И это уже осуществилось. То есть, когда речь идет о непреди Тротсии, ну вот, собственно, так и произошло. О дне житом и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Если говорить о возвращении Господа, о кончине века в том плане, что вот завершится эта эпоха, Господь вернется во славе, установит свое владычество, то одни житом и часы никто не знает. Нам это не открыто. Мы этого не можем знать. Время от времени появляются те или иные религиозные группы, которые претендуют на то, что не знают, когда будет конец света. Я помню, пару лет назад висели в Москве такие объявления, что 25-го, я уж не помню, октября или другого месяца, конец света. Какой-то человек, у которого были в распоряжении радиостанции, он читал священное писание, там что-то подсчитывал, подсчитывал и высчитывал, что должно быть 25-го числа. Ну, естественно, 25-го числа ничего не случилось, и мы знаем, что и не могло случиться. Много раз в истории появлялись подобного рода предсказания, но священное писание нам говорит, что никто не знает день и час. Никто. Человек, который претендует на то, что он знает день и час, он противоречит славам Господа, и поэтому можно его смело игнорировать. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. То есть, то, что мы этого не знаем, должно побудить нас к постоянному бодрствованию. Подобно, как если бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пене петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. И здесь речь, конечно, идет о том, что мы в любой момент можем предстать на суд Божий. Речь идет о, да, о разрушении Иерусалима, которое уже было. Речь идет о втором и славном пришествии Господа. И речь также идет о нашей индивидуальной смерти. Наступит момент, когда каждый из нас умрет и будет отознан, придет на суд Божий. Мы не знаем, когда это будет. Но мы должны бодрствовать, зная, что дня и часа никто из нас не знает. Мы можем оказаться перед Божьим судом гораздо раньше, чем мы рассчитывали, и мы должны из этого исходить. Мы с вами прочитали 13 главу Евангелия от Марка, и мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова